Дорогие коллеги, диалоги о ритейле продолжаются и в гостях Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации Роспродсоюз. Добрый день, Дмитрий. Добрый день. Дмитрий, вы сегодня выступали организатором, принимающей стороной большой дискуссионной площадки между поставщиками и торговыми сетями, ритейлерами. Мероприятие закончилось, и давайте подведем итог. Как, на ваш взгляд, сегодня меняются отношения между поставщиками и сетями? Что их беспокоит? Как такие площадки помогают развивать эти отношения? И вот для Роспродсоюза какая стоит основная цель для того, чтобы делать розничный бизнес в России лучше? Такой один большой-большой вопрос. Я, наверное, начну с самого формата, потому что мы стремились сделать такую диалоговую площадку как раз для всех субъектов, кто к рынку имеют отношение. То есть первое, это аналитическое, потому что понятно, это взгляд в будущее на текущий год, как будут меняться цены, какой урожай мы собрали, что будет с сырьем на пищевую продукцию. Вот второе, это диалог с властью, потому что рынок постоянно регулируется, и надо понимать, эти регуляторные воздействия, они несут пользу, они каким-то образом ущемляют участников рынка. Вот и диалог с государством, он просто необходим. Вот сегодня мы представляли, проводили аналогию и разбирали на стратегической сессии с государством работу английского арбитра, оборотные штрафы, как это устроено в Англии, насколько это применимо к нам. Потому что саморегулирование, все говорят, что хороший инструмент, написан хороший кодекс, но есть несколько замечаний. Первое, он не обязателен для рынка, и второе, нет никакой ответственности за его исполнение. Таким образом присоединились не все участники, а какая-то доля процентов всего, самых ответственных, самых прогрессивных участников рынка. Если его не исполняют, ответственности никакой нет. И в этом есть нарекание власти и желание законодательно действительно регулировать. Потому что, изменив законодательство, понятно, что есть уполномоченные госструктуры, которые непосредственно уже регулируют, наводят порядок на рынке. Мы, как считали, так и считаем, что в законе описать всего невозможно, что надо поддерживать действительно свободу договора, волю сторон к тому, чтобы договориться, и чтобы все предлагаемое в договоре, это было действительно волеизъявлением одной стороны и другой. И шло, чтобы это на благо, собственно, покупателя, потому что покупатель либо голосует рублем за продукцию, либо не голосует. И диалог — это самое важное. Соответственно, без сетевого ритейла, опять же, поставщикам делать нечего. Вот, и это как раз третья сессия, диалог с ритейлом. Ну и четвертая, мы уже просто подводим итоги, вот, и обсуждаем то, что услышано на первых сессиях. Плюс у нас работали консультанты по юридическим вопросам, по переговорным вопросам, по маршедайзингу, по аутстаффингу, по финансированию. На протяжении всей конференции то, что можно было воспользоваться и подойти в частном режиме, с частным вопросом, проконсультироваться, получить ответ. Поэтому даже в конечной дискуссии производители сказали, что да, действительно, как бы самый главный диалог и самое главное — слышать друг друга и понимать тот простой постулат, что и поставщики ритейл плывут в одной лодке и в одном направлении на удовлетворение потребностей нашего покупателя, нашего народа. И все же для Роспродсоюза какие вот большие цели по изменению образованию, совершенствованию рынка и отношений на рынке вы здесь оставите сейчас? Ну я бы сформулировал так. Кадры решают все, потому что когда задается вопрос, а каким образом предприятию войти в торговую сеть, я обычно советую взять нормального коммерческого директора либо специалиста по продажам. Это, наверное, самый простой путь, потому что это человек, который подтвердил своим опытом то, что он может договариваться с этими структурами. То есть вторая по значимости, может, первая — это, конечно, готовность к производству и стабильность выпускаемой продукции. Но если на производстве все нормально и стоит задача только договориться с розничной сеткой, то здесь кадры решают все. Поэтому тоже обучение коммерческих специалистов — это необходимо. точно так же, как и привитие тех же норм саморегулирования для того, чтобы они в переговорном процессе могли им и апеллировать, и могли на них опираться. Что ж, тогда завершая наше интервью, я вас процитирую. Как вы сказали, диалог — это самое главное. А это был диалог с Дмитрием Восликовым, Роспродсоюз. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...